Среда, 5 октября. В школе номер 9 стал очень радостным, торжественным и насыщенным днём. С самого утра учителя принимали подарки и поздравления со светлым праздником – Днём Учителя. Поздравляем! Спасибо! Садат, песен груши, нельзя сходить решить. Наверное, это лампуч. Спасибо! Я сегодня заработала уже кучу побед. Таким оригинальным подходом подошли к поздравлению школьники. По словам учащихся, они ежегодно придумывают неординарные поздравления своим преподавателям. Знаете, такая фишка. Просто охота была как-то с утра поднять настроение. В принципе, это такая маленькая, всего несколько слов, но они так просто заряжают. И эта конфетка, она прям радует их. У нас каждый год по традиции 11 класс организовывает праздник для учителей. И каждый год мы их так встречаем, то есть задаем вот этот темп этого праздника. Каждый день учителя не похож на предыдущий. Меняются годы, поколения, обстановка в мире. Но неизменно остаётся одно – труд учителя. Кумертауские традиции, честность педагогов в их профессиональный праздник существует много лет. Это не просто праздник профессионализма, а праздник, наверное, призвания души и сердца, потому что в школе посторонние люди никогда не работают, они не задерживаются. Поэтому я могу сказать, что сегодня в моём коллективе работают самые замечательные, самые лучшие педагоги, которые преданы своему делу, любят школу, школу номер 9, любят детей. И сегодня мы немножечко получили возможность благодаря празднику немного отдохнуть. Сегодня у нас 12 класс, это у педагоги, а наши дети с удовольствием заняли наши места и ведут уроки. В школе сейчас тихо, в школе хорошо, тепло. Море прекрасных каких-то праздничных моментов сегодня получили педагоги, мы, наверное, ещё их получим. Для Ангелины Сагиновой это первый в жизни профессиональный праздник. Она является выпускницей школы номер 9. Закончив с отличием педагогический институт, Ангелина Николаевна устроилась работать в родную школу. Всё очень прекрасно, всё чудесно. Дети поздравили, родители с утра поздравили, очень приятно. Не каждое утро вам дарят цветы. Всё было прекрасно. Каково это вообще первый твой профессиональный праздник? Ответственно. Всё равно, хоть всё равно, хоть праздник, всё равно надо идти на работу, надо также держать маску, также улыбаться, также детей учить. Но необычно. Именно в этот день педагоги принимают поздравления от своих воспитанников, которые дарят им цветы и подарки. Устраивают концерты и по традиции проводят День сумоуправления. Мы сегодня ведём у второго Б-класса, так как у первых классов не ведутся уроки. Класс нам достался послушный. Сдаём им очень сложные примеры, которые учителя им никогда не задавали. Всё-таки решают. Удивительно. Мы думали, они не смогут такие решить, но решили. А как ты так решила издать такие сложные задания у них? Почти не надо, наверное. Ну, как привыкать им надо, потому что сейчас программа усложняется с каждым годом, поэтому надо заранее готовить уже к таким примерам сложным. Первый раз он первый. Я тяжело, если честно, потому что класс попался ещё самый маленький. Тем более некоторые бывают выкручиваются, пытаются показать себя на публике. Тяжело. Надо свистеть, надо кричать им, чтобы они поняли. А так, в принципе, интересный, занимательный. День сумоуправления понравился не только новоявленным педагогам, но и тем, кто остался за партой. Старшие товарищи преподают нам как к друзьям. Относятся не как учителя с высока, а относятся более как бы так дружески. И помогают нам, потому что понимают, каково нам это. На этом праздничный день не закончился. В этот день поздравили и учителей-ветеранов, посвятивших свою трудовую деятельность именно девятой школе. Очень приятно мне здесь находиться. Очень приятно. У меня, знаете, душа радуется, что я вижу всех сейчас вот здесь за столами. И разговор у нас будет длинный и интересный. Когда я иду, мы ими о школе, я здесь живу, я всегда останавливаюсь. Как перед храмом. Все свои силы, всю свою энергию. Мне было очень много энергии отдавало в школе. Я занималась не только классом. Я занималась общественной работой в школе. На город работала, выступления всевозможные. Мы всегда гордимся девятой школой. Сегодня с ним учителя поздравили учащиеся и преподаватели. За многолетний труд и новаторство, за заслуги, за внесенный вклад в образование общеобразовательного учреждения наградили почетными грамотами ветеранов. Слова поздравления в этот день звучали из уст каждого ученика и ученицы. Цветы и хорошее настроение школьники дарили педагогам. Талант учить и воспитывать не приносит больших материальных прибылей. Но есть люди, которые не могут без этого жить. Такие педагоги идут на работу с радостью и удовольствием, любят детей и школу. Наверное, каждый родитель хочет, чтобы рядом с его ребенком находились именно такие люди.